итак продолжаем наш марафон сейчас запишу закрепляю так акварельный марафон присоединяйтесь часть 2 и мы сейчас сами нарисуем тюльпаны так рисуем тюльпаны и девочки кто-нибудь рисует напишите пожалуйста в чате как у вас получается если кто-то рисует так пионы у нас мы нарисовали разобрали с вами в карандаше вот и я вам рекомендую конечно же да особенно это касается начинающих дизайнеров дату обязательно девочки рисуйте в карандаше можете даже акварелью как раз таки подрисовать да для того чтобы вам было уже более понятно да где и как собственно говоря да вам прокладывать вот эти вот тени до растушевывать вот и вам будет сразу все собственно говоря ясно когда вы будете уже работать непосредственно на типсах да то есть вам будет понятно потому что потому что здесь что происходит да очень мелкая поверхность да и зачастую если не знаешь да то не совсем понятно что происходит на типсе да а вот вы когда вот так вот собственно говоря на листочке нарисуете дату вам станет сразу понятно да где что делать так ну что давайте мы с вами сейчас нарисуем тюльпаны да то есть мы с вами как раз таки поработаем над листиками с горем пополам но вы знаете прямом эфире на как бы за преподавателем довольно всегда сложно как бы ну бывает вот успеть вот поэтому я хочу сказать что вы можете сейчас вот как бы потом еще просто спокойной обстановке вы можете еще раз прорисовать вот и обязательно работы выполняйте девочки потому что мы с вами можем у нас есть возможность как раз таки вот отработать это все потом проверить да и прокомментировать как раз таки вот эти все домашние задания ваши будут естественно я завтра и ошибочки проверю ну кто захочет да потому что еще раз говорю некоторые стесняются так я рисую да то есть мы сами нарисуем композицию то есть это будут освещенные солнцем тюльпаны то есть очень красивый вот у меня есть наглядный материал вот значит чего мы начинаем до головки тюльпану тюльпан что он себя у нас представляет он у нас представляет вот такую вот форму вытянутой правильно то есть есть у нас такие тюльпаны да вот мне таки не очень нравится вот есть у нас такие да то есть когда они распускаются то собственно говоря они уже будут приобретают такую ну как бы чашу образную форму а здесь классический такой вариант это вот такая вот форма да то есть он может быть у нас вот такой да то есть совсем еще не вылупившейся да а может быть уже такой вот ну как бы уже будет приобрел вот именно так у классическую форму для кухл тюльпана то есть вот она общая форма то есть тоже нас вытянутый стебель оно чаще всего есть у нас цветы которые мы рисуем сверху да а есть цветы которые мы не рисуем сверху ведь сверху да то есть но вот например ирисы мы не рисуем сверху собственно говоря также и тюльпаны вот то есть поэтому здесь вот я взяла такой тоже как бы вид сбоку композиции да и вот тюльпаны общая форма да и мы с вами собственно говоря точно так же как и поступали с пионом да мы с вами можем до нарезать нарезать эту форму на лепесточки да то есть вот все собственно говоря и мы с вами таким же образом накидаем букет то есть это у нас будет три тюльпана то есть чего я начинаю я сначала раскидываю их да то есть с учетом композиционной линии вот но композиционных линии на самом деле много ну то есть как бы их достаточно да то есть понятно в рамках бесплатного марафона это как бы отдельная тема давно но у нас целый модуль мы им занимаемся на курсе инструкторском вот то есть я раскидала тюльпаны да и вот теперь я их также собираю то есть я взяла ту же самую композиционную линию вот то есть вот у меня тюльпаны да дальше я начинаю раскидывать листочки листики листики достаточно такие как бы широкие вот дизайн будет довольно такой ну вот мне хочется прямо освещенный солнцем такие вот контрастные тюльпаны нарисовать то есть я хочу такую композицию наметить вот соответственно после того как вы определили направление да то есть композиционную линию да то есть вот у вас понятно что листья в другую сторону вас логически не могут быть расположены да то здесь в общем-то и гадать не надо вот поэтому у нас собственно говоря вот так вот будут листочки располагаться то есть вот я сейчас наметил вот эту вот как бы композицию да для того чтобы мне было самой понятно ну и вам тоже собственно говоря я вот так вот сейчас за штриху и листочки да то есть вот стебель я постараюсь его оставить светлым вот она если не получится то у нас есть вами если что гель до или там акриловая краска резерважи мы здесь конечно пользоваться не можем таким акварельным вот ну собственно говоря как бы у нас есть другие возможности правильно так ну вот я за штриховала да то есть вот у меня будут листочки да и вот это у меня три головки тюльпа так и вот здесь я себе дальше намечаю то есть вот у меня как бы вот общая форма да вот это такой будет самый такой крупный тюльпан то есть эти поуже вот и я начинаю намечать себе листочки да то есть я вот себе намечаю листочки все линии у меня направлены к центру цветов да вот к этим точкам это вообще на самом деле прям важная . девочки если вы будете придерживаться вот этих базовых таких вот как бы правил рисования да то есть у вас всегда будут красивые цветы даже если у вас будут перекошенные даже если у вас будут перекошенные какие-то лепестки но если у вас будет вот этот центр да куда все линии будут сходиться всегда будет красивый цветок у меня единственная просьба пожалуйста не рисуйте вот такие вот края лепестков то есть вот почему-то вот это вот как-то вот стал прослеживаться ну вот нету краев таких нет я не знаю очень мало видов цветов которые имеют вот такие вот прям края да да вот такие вот так и вот здесь у меня тоже будет уже тоже вот я как бы нарезаю да то есть вот по сути дела мы с вами имея вот эту общую форму да как раз таки нарезаем на лепестки да то есть и а значит следующий момент ну вот у меня здесь нарисован смотрите следующий момент какой-то свет падает вот отсюда ну то есть вот ну понятно что он с кутикулы падает да то есть можно конечно отсюда но это уже будет что-то такой дизайнерский такой прям сложный nail art который будет очень хорошо стоить то есть вы можете сделать такой вариант пожалуйста вот ну как правило сверху да поэтому нас тень снизу да то есть у нас тень на стебелечке да вот и понятно что у нас а тень будет снизу то вот в этой части но у нас тюльпан то он же круглый да то есть он вот он у нас вот такой и чтобы он у нас вот был вот такой у нас тени должны лежать не только здесь внизу да не только здесь внизу у нас должны то есть наша задача его еще закруглить вот так поэтому нас здесь тоже будет легкий полутон то есть он не будет такой же насыщенный насыщенный как здесь да понятно что здесь будет максимально темно вот но у нас также должен быть легкий полутон его 10 дорогие мои для того чтобы у нас вот этот наш тюльпан приобрел вот эту округлую форму потому что если вы делаете просто вот так то он будет у нас плоский он будет плоский он не будет круглым поэтому сюда с вами также должны будем положить легкий полутон вот поэтому нас вот здесь вот будет темная да то есть вот вот здесь 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 ну и как вы уже по пиону поняли да для того чтобы лепестки отделить друг от друга да вот друг от друга отделить мы с вами что должны сделать что мы с вами должны сделать до чтобы у лепестки отделились друг от друга помимо того что мы с вами тени положили вот тени мы положили мы наша задача отделить лепестки друг от друга вот поэтому мы с вами должны здесь вода положить тень правильно пишите тень до тень вот тень папе он и мы же сами это проделали да вот и таким образом мы с вами что сделаем мы получим отдельные лепестки то есть мы получим получим как раз таки цветок до состоящий из именно таких вот отдельных лепестков да то есть мы с вами отделяем тенями так ну что давайте начнем работать да то есть вот здесь вот у меня уже как бы есть и смотрите что мы с вами делаем да то есть я также нарисую да я также намечу линии акварелью да то есть берем цвет то есть смотрите вы можете использовать вы можете использовать очень очень легкий вообще тон можно прям взять чуть ли там не какой-нибудь там но например там можно взять как он желтенький да то есть но чтобы вам было как бы вот видно то понятно вот ну я возьму так но меня так ну красного пускай сегодня будет у нас такая красная гамма так я беру акварель я ее разбавляю я возьму чуть-чуть погуще чтобы вам было видно да вот вы когда рисуете вы можете себе брать именно тот тон который вам будет комфортен да вот для работы но чтобы вы тоже понимали что у вас происходит вот у меня эскиз перед глазами а я смотрю на свой рисунок и дальше что я делаю я начинаю раскидывается начинаю с нижней точки то есть я начинаю с нижней точки беру небольшое количество акварели вот можете себе также верхнюю точку обозначить даже ну чтобы там не нарисовать там до самой шеи тюльпан да вот поэтому я хочу сказать вы можете себе верхнюю точку поставить вот и вот таким образом да я себе вот как бы обозначаю вот этот вот большой тюльпан который у меня есть дальше можно сразу наметить стебелечек вот так вот стебель здесь довольно таки важный такой меня элемент потому что я его хочу как раз таки за счет него до сделать такой немного план в своей работе да то есть у меня будет на заднем плане темный листик да а на переднем как раз вот этот светлый стебелек который мне нужно будет оставить потому что я работаю акварелью так но я вот сейчас намечаю тюльпаны да то есть вот здесь у меня еще один то есть вот здесь один у меня довольно таки крупный такой да эти уже поменьше то есть вот я себе наметила дальше я намечаю себе стебельки то есть где-то будет видно стебель где-то закроется листочком но суть в том что вот у меня как бы в данном случае очень интересует вот этот лепесток так и вот теперь я прежде чем буду прорисовывать внутренние какие-то намечать лепестки да то есть я сейчас глядя на свою композицию в карандаше а я намечаю листочки то есть они у меня здесь тоже играют довольно таки активную роль вот и у меня будут здесь листики здесь вот я как а спустила задним планом да то есть вот у меня пошел листочек так здесь еще один такой крупный достаточно но я его вижу только верхнюю часть верхнюю вот вот он у меня и у меня будут здесь вот еще листочки значит один листик у меня будет здесь так сначала вот эти все-таки нарисую потому что ну начнем с тех которые точно точно хотим нарисовать да то есть вставить так ну вот в данном случае и листочек наметил то есть я намечаю я потом по ширине так как у меня там будет темно-зеленый использован я потом под коррективы и вы знаете я хочу еще один листочку отсюда вставить то есть вот у меня как будто тюльпан будет на заднем плане что касается вот этого я посмотрю да то есть я его начала делать но я остановилась потому что я посмотрю чтобы не было у меня перегруза так и вот теперь я начинаю глядя на свой уже опять-таки рисунок да я начинаю резать вот эту общую форму на лепестки так вот самое главное естественно не мельчите потому что мы не мельчим потому что мы с вами все-таки на лартом занимаемся здесь нужно понимать до чтобы все-таки у вас ну как бы было понятно что нарисовано так ну вот здесь вот я наметила дату свете вот я как бы на нарезала лепестки дальше у меня вот идет еще то то есть вот здесь так и вот здесь лепесточек да то есть и вот 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 здесь да то есть вот боковой боковой вот здесь внутренней и что-то вот у меня еще сверху тут осталось да то есть как бы вот из общей формы да я вот могу какие-то верхушки там задних на заднем плане лепестков так и вот здесь вот у меня будет еще тюльпан да здесь по центру такой достаточно крупный лепесток вот есть боковушка вот осталось ведь вот она прямо остается в общей массе такой вот на заднем плане тоже какой-то фрагмент ведь и и ну вот тоже сюда сверху тоже что-то вот у меня осталось вот собственно говоря все да то есть вот у меня готова моя композиция так теперь начинаем вот здесь вот следующий момент я хочу довольно сделать ну скажем такой очень контрастный дизайн то есть будет довольно яркий поэтому я беру насыщенный такой тон то есть убена выводка красная и мне понадобится еще конечно же темный цвет то есть бордовый в этом случае вот я возьму сейчас серую черный возьмите так смешаем с рубину вот я смешала себе темный цвет то есть я взяла серую пейну можно черный черный цвет взять если у кого-то наверняка она у вас есть и единственное что если у кого-то краски уже например давно да то скорее всего мы вы может быть и потеряли как бы вот эти свои этикеточки да и вы не совсем понимаете где какой цвет вот поэтому черный берет берем черный смешиваем с красным вот я получила в такой бордовый вот как и в предыдущем случае вы можете взять изумрудку да как я вам уже говорила то есть этот свет вы точно можете найти у себя да то есть если серую пейну вы можете там не разглядеть например то вот этот цвет вы точно не промахнетесь вы его точно найдете вот да и как бы я уже говорила его он очень здорово работает а вот я его смешиваю например с рубином данную с красным вот видите я тоже получил очень классный такой вот бордовый цвет да то есть и ты это а для теней то есть можно с черным можно так вот и я собственно говоря тоже начинаю работать сначала возьмем светлый да то есть и я начинаю прокладывать то же самое вот как мы это делали да то есть давайте отрабатываем как раз видите наношу цвет еще раз говорю можно работать если например напоминаю да если у вас топ не дает вам растушевывать да то вы можете как раз таки по отдельно просто это делать так я начинаю да то есть влажной кистью влажной кистью воды много не берем это я просто кисточку не обсушила вот то есть можно естественно впитать убрать лишнее вот здесь вот кстати натуральный волос намного лучше работает чем синтетика то есть она впитывает хорошо так но у меня будет довольно контрастные такие вот тюльпаны да так теперь беру влажную кисть да не мокру влажную то есть вода не должна в ней быть вот и растягиваем вот этот вот тон да до верхней линии естественно как бы линию вот еще раз говорю девочки движение вот такие зигзагообразные то есть это основное движение в акварели есть конечно моменты когда вы собственно говоря собственно говоря можете если узкий какой-то стебель вы можете и работать конечно же вот такими движениями до стебель если я буду например там тонировать но в любом случае вы что делаете основные все элементы мы с вами выполняем как раз таки вот эти вот этими зигзагообразными движениями так я сделала боковые лепесточки теперь что я делаю у меня есть внутренние лепестки вот и смотрите здесь такой же принцип работает как и на бумаге если у вас здесь вот слишком влажно до вас может слиться вот поэтому здесь как бы будьте внимательны да то есть если вдруг вы чувствуете ну например делали какой-то пейзаж да и у вас делали какую-нибудь там по мокрому небо да и если вы там начнете сразу деревца рисовать на заднем плане они скорее всего у вас растекутся да вот поэтому здесь желательно убедиться чтобы все таки был подсушена ну то есть высохла поверхность так я сейчас она вот немножко снизу дать чувствуете так вот мне видно вот и я теперь внутренний лепесток и вот здесь вот как бы да важно до понимать где какая граница потому что мы с вами уже об этом говорили да что он мы чем отлить отделяем лепестки друг от друга да то есть мы их отделяем тенями вот поэтому я их сразу в принципе можно как второй вариант такой работы да когда вы сделали например такую подложку да она вас влажные вы туда сразу по влажной поверхности ввели тени то вот как я сейчас это сделала так и вот теперь вот и теперь мы с вами что делаем дальше задний план то есть задний план вот и здесь у меня задний план он довольно таки такой темные да то есть вот я прям уже беру такую насыщенный цвет и прохожусь то есть здесь у меня композиция да то есть вот мы с вами до этого рисовали пионы да они были очень таки нежные светленький вот что касается тюльпан да то есть я хочу сделать здесь довольно таки яркий такой все таки дизайн вот то есть чтобы вы как бы поработали так именно консистенции краски да то есть вот как бы получили и такой такой вариант да и разобрались то что все таки здесь вот вы говорили важно именно понимать да насколько нужно для того или иного дизайна до разбавить краску да потому что здесь очень важно вот это именно понимание консистенции для получения того или иного эффекта так я взяла темный да довольно таки такой темный цвет который я уже подготовила да вот здесь смотрите так как я в принципе как бы человек уже опытный рисующий да я летит у меня это уже на автомате сейчас произошло да то есть я себе прошлась отметила один лепесток оставила небольшую щелку автоматически просто и сразу начала второй лепесток потому что если я сейчас сделал у меня весь мокро и если бы я сразу вот эту щелочку такую небольшую не оставил да у меня эти мои лепесточки слились бы вот да то есть можно работать как я уже говорил довольно быстро да но вот здесь вот как бы есть такие моменты да именно но они вот опытным путем у всех у вас придут то есть если вы будете как бы понемножку рисовать то вы в итоге набьете себе руку то здесь вообще ничего сложного нету здесь каких-то талантов навыков образования здесь это вообще ничего не работает здесь работает только опыт но он везде работает да вот захотите там в космосе летать да если будете тренироваться там но готовится к этому то то собственно говоря сможете там летать вот ну ну то есть это везде работает опыт и просто наработанные часы так я сейчас что делаю добавила да то есть я собственно говоря делаю удары такие же как я делала и в когда рисовала пионы да то есть вот именно очень хорошо это работает вот в таких вот пересечениях да то есть вот один лепесток да вот пересеклись а вот здесь вот до в основании а потом смотрите вот здесь например да один лепесток вижу там что-то такое торчит вот и сделал из него 2 да то есть вот у нас получается и как раз то о чем я говорила боковые дать тени по боковым лепесткам да для того чтобы округлить вот эту форму так ну что вот у меня уже готов один тюльпан собственно да то есть я как бы вот добавила тени нижнюю часть вот у меня здесь максимально беру готовые смеси с палитры до кончиком кисти вот и как вы видите да здесь совершенно другой как бы получился уже тюльпан да то есть он более такой контрастный дизайн да только более насыщенный то есть если здесь мы с вами брали очень разбавленную акварель да то есть он такой нежный легкий получился то здесь у нас будет более яркий дизайн такой изображен так вот и теперь а я следующий рисую да то же самое так ну давайте может быть возьмем по цвету до такую утеплим я добавляю золотистую темную можно оранжевую то есть смотрите в принципе здесь работают все все то же самое до цвет вы можете как бы брать любой да то есть а для этого друзья мои возьмите наглядный материал да то есть у нас есть пинтерест у нас есть интернет то есть там можно найти все можно найти все то есть надо знать как искать то есть идей на самом деле очень много всяких так я начинаю сейчас дальше работать вот и положила до цвет вот видите да боковой стенки тюльпана как раз таки то что мы с вами делали вот и вот здесь вот я прохожусь по внутренней даты что я делаю вот у меня внутренний лепесточек я его отделяю от вот этих лепестков то есть я сейчас вот в такой последовательности пошла работать дальше беру кисточку влажную чистую влажную кисточку влажную чистую кисточку и растушевываю да вот здесь девочки я помыла кисточку но я ее не обсушила вот это вот видите да сколько воды насколько это вот опасно внимательней внимательней так и вот теперь я делаю то же самое да то есть растушевываю вот положила пигмент да то есть линию и дальше я ее растушевываю смотрите вы когда растушевывается ваша задача не оставить да не оставить ну то есть не как бы вот эту линию оставить да а ее просто границу растушевать поэтому аккуратно очень чем меньше плоскость которую вы до над которой вы работаете тем аккуратнее ваши движения такие вот прямо аккуратненькие так дальше да то есть у меня есть еще один лепесточек вот и я его сейчас да то есть вот у меня нижняя часть так и давайте пока эту дорогу чтобы не мешался вам наверное так вот и а мы с вами сейчас работаем дальше что я здесь хочу сделать я здесь дорогие мои хочу сделать немножко освещения в этой работе то есть у меня свет сверху падает поэтому у меня вот эта вся часть зона цветка будет в тени а вот здесь вот у меня будет свет поэтому я вот эту боковую часть да я ее не буду затемнять просто да она мне будет светленькая поэтому я с этой стороны положила тень да а здесь я просто розовеньким на стену да то есть вот так вот у меня будет такая история то есть вот эта часть у меня будет очень просто такая легкая легкая так во мне уже проснулся художник я начала более такой сложный давно простые вы собственно их много найдете да давайте вместе с вами действительно поработаем до порисуем так я беру добавил немножко тени да то есть вот у меня и давайте мы сейчас с вами внутренне вот эти тоже лепестки которые у меня заявлено они есть да я их сейчас то же самое сделаю так да вот теперь беру влажную кисточку то есть как вы понимаете да вот в чем здесь как бы вот именно вот эта техника работы да она идет каким образом да то есть вы идете от темное в светлое то есть вы сначала проходитесь обозначаете зону теней до зону тени и дальше вы переходите плавно растушевываете переходите в свет да то есть переходите в свет и собственно говоря таким образом вы получаете как раз таки вот этот вот эффект светотени который вам дает как раз таки вот объемное изображение то есть вот у нас такой вот вариант так но и собственно говоря еще один тюльпан готов ну вот чем обожаю акварель то есть она все-таки идеальный такой материал друзья мои для мастеров да потому что дизайн очень быстро выполняется то есть вот если вы уже отработали знаете да то его можно очень быстро рисовать вообще потому что здесь вот как бы идет вот это вот именно размывание до отсутствие вот этой вот полимеризации промежуточные когда выполняем дизайн на гель-лаками да то здесь в конечно вы говорили есть свои вот эти вот такие колоссальные плюсы вот именно даже по скорости так вот у нас уже два тюльпана готова да то есть вот они у нас есть так и вот теперь следующий у нас тюльпан сейчас я его совсем утеплю так сейчас отмываю все желтую краску так вот я взяла немножечко такой прям вот еще желтый добавила да так и вот мы с вами сейчас продолжаем работать да и как раз таки вот здесь вот смотрите есть еще следующий такой вариант вот я беру сейчас довольно таки такой светлый желтый да то есть но желтым как бы сам по себе светлый вот и я делаю что что я сейчас делаю светлую часть да то есть если мы здесь шли с вами от темного в светлая то здесь я делаю следующее смотрите я полностью прошлась до сделаю такой лепесточек видите вот а теперь я беру темный до темный у меня здесь еще не высохла здесь самое главное так как у нас все-таки нелад дорогие мои да что нужно сделать не взять на кисточку много то есть у вас здесь сейчас что происходит у вас акварель сама рисует на вас сама рисует каким образом она сама рисует есть видите она сама у вас растекается то есть вы по сути дела просто ее кладете в то место куда вам нужно вот то есть вот у нас получилось и теперь смотрите вы просто влажной кисточкой до подложка идея должна была быть что подушка должна была продержаться немножечко вот можно пожиже было просто сделать так но можно добавить да то есть вот по сути у вас что произошло да то есть акварель она как бы сама по по вот этой не высохший подложки да она довольно таки ну как будут так вот плавно вошла вот и сама по сути дела растекла свете довольно быстро получилось так но и давайте тоже следующих лепесточек таким же образом мы с вами проделаем да то есть вот побольше берем воды также желт возьмем вот то есть вот видите какая консистенция ведь то есть вот прям вода стоит эти вот кисточка практически вот я ее искупала в этой луже и я сейчас полностью так ну так сделаем давайте вот два лепестка там фрагменты вот эту боковушку видите то есть вот здесь сейчас очень много воды нам сейчас прямо здесь потечет вот теперь беру темный цвет беру темный цвет вот здесь единственное что эти как бы я кисточку на самом деле вот ведь и обсушил об салфетку то есть вот она тынь-тынь-тынь вот обсушил об салфетку для чего это сделать для чтобы много не взять она в кисть да вот и теперь смотрите у меня влажная поверхность вот акварель она прям сама там у вас как бы разойдется идите да так научитесь немножко так вот сделаем то есть здесь уже прям по сырому акварель пошла так и дальше вот сухой кистью сухой кистью да если вдруг у вас где-то что-то затекло да то есть вы аккуратненько можете пока не высохла впитать лишнюю акварель ну и так вот постепенно вы можете добавить то есть эти произошло намного быстрее да то есть вот как бы немножко другой другая техника на самом деле получилось так и вот здесь вот задний план задний план темнее да то есть задние лепестки вот эти да я что делаю я беру сейчас беру немножко уже потемнее вот потемнее да и уже совершенно другая консистенция потому что ну извините зона здесь работы немножко другая да то есть ну как бы плоскость то есть можно было по суровому сделать давно я решил вот так так и вот теперь а я немножечко убираю да то есть вот так сейчас чистой влажной кистью растушевываю да то есть есть а здесь это уже другая да то есть как в предыдущем случае он показывал да то есть точно такая же идет техника то есть немного положила да то есть темный цвет и его растянула да то здесь мы работали с вами по сырому да здесь я вам показала то же самое да то что мы использовали предыдущих вариантах так после того как мы с вами уже все сделали да то есть у вас может быть то есть ну вы можете добавить естественно там вот как я уже говорила делаем такие вот небольшие кончиком кисти удара в пересечении лепестков да то есть такие как бы акценты представляем то есть они очень хорошо как подают такую как бы немножко звенит звенит вас акварель такое усиление появляется так ну вот у нас есть тюльпаны немножко другой один такой же желтый оттенок у нас желтоватенький такой получился вот а теперь мы с вами переходим то есть мы потом уже можем еще перед доработать листочки да ой либо лепестки тюльпаны доработаем вот но сейчас я пока с листьями поработаю вот но у меня есть стебель о котором я вам говорила да я выберу зелененький такой светлую зелень вот и сначала рисую провожу этот стебель то есть мне вот прям нужно чтобы он у меня был читался очень хорошо в моей композиции то есть я его буду беречь так и вот здесь вот у меня тоже есть стебелек который будет обозначен моей композиции а второй стебель у меня возможно скроется вот хотя я его сейчас на всякий случай проведу вот но у меня он перекрывается листиком так и вот теперь я жду конечно же высыхания вот но пока я жду высыхания я у меня есть вот этот листочек и он такой как бы независимо собственно находится да то есть как бы не связан вот я сейчас что хочу сделать да я себе готовлю поляну потому что я хочу вот этот вот листочек вот этот вот сделать точно также по сырому как вот этот вот вариант поэтому я себе что сейчас намешиваю я беру зеленый цвет темный да то есть я беру цвет для теней и так мы сейчас возьмем от оттуда но с предыдущего я просто сейчас сюда перейти надо пусть вот я себе готовлю цвет теней то есть я не добавила немного синего вот так у меня темно-зеленый получается так вот теперь мы я его почему подготовил потому что понятно здесь такая небольшая плоскость в принципе быстро высохнет вот пока ничего то есть стебелек мой подсох вот я пока сейчас буду работать здесь вот искупала кисточку в луже искупала кисточку в луже вот и полностью делаю такую подложку влажную влажную подложку то есть вот заливаю форму листика так теперь у меня готова лужа моя темная доберу небольшое количество вот моя лужа готова вот беру на кончик кисти и начинаю вводить сюда начинаю вводить сюда как раз таки а темно-зеленый да то есть я прокладываю тени вот и за счет того что у меня конечно же да как бы вот подложка была влажная у меня очень так вот плавно до растеклись растеклась акварель так красиво так так но я могу какие-то вот добавить рефлексы да то есть как-то не просто какой-то один там зеленый цвет да то есть вы можете например там еще какой-нибудь оттенок ввести да то есть видите у меня получился такой очень красивый объемный листочек вот сделала я его за пару секунд вот потому что ну вот это такая техника собственно говоря ну понятно что нужно как бы понимать по форме так здесь пока мы оставляем и дальше я перехожу к следующему листику перехожу к следующему листику да у меня кисти рублев кисти рублев так и вот теперь у меня еще есть один листочек я его хочу точно также же сделать поэтому искупала кисточку в зелененьком светленьком таком вот сюда делаю подложку листочка аккуратно естественно да то есть обходим тюльпаны то есть мы их не мучим здесь нужно довольно аккуратно так и вот дальше теперь опять-таки беру темно-зеленые вот и вставляю там где ну там где да я считаю нужным так ну так как я сказал что у нас будет так и контрастная композиция да то есть вот контраст светлоты да то есть светлого и темного вот оставляю естественно немножко светлый да то есть и вот у меня как раз таки получается так сейчас сюда тоже поход делу добавляем вот и здесь естественно смотрите когда вас поверхность подсохшие да то есть у вас получается совершенно у меня вот эта кисточка единичка я работаю единичка это вот да то есть здесь вот как раз за счет того что высохла да то есть понятно что акварель уже ложится четкой такой линии да то есть она уже не расплывается то есть здесь вот как бы здесь у меня получилось такое растекание так следующий момент если у меня здесь уже подсохла да то есть я как бы работаю теперь вот у меня такой довольно ответственный момент и здесь я уже не работаю по сырому не те масштабы то есть я здесь сейчас очень аккуратненько сухой практически такой достаточно как бы безводный скажем такой консистенции да а моя задача как раз таки оставить листик да то есть так вот я захотелось мне такая задача стоит вот да и я сейчас что делаю да очень аккуратно кончиком кисти обхожу то есть это очень хорошая будет тренировка именно по тому как почувствовать консистенцию краски и кончик кисти да вот потому что здесь вот мы с вами как бы я вам даю сейчас на этом марафоне различные варианты работы различные варианты работы вот поэтому мы с вами сейчас да вот как бы работаем совершенно другой консистенции да и вот у меня задача стояла как раз таки выделить стебель на стебель и я сейчас сделал совершенно по-другому да то есть вот как раз у меня сейчас стебелек и выявился так немножко беру светлый такой зеленый и вот теперь а я делаю следующий вариант да то есть немножко посветлее потому что это уже верхняя часть лепесточка да то есть мы сейчас с вами завершаем да я дорисовываю вершину этого листочка который у меня был заявлен до снизу вот и объединяю его да то есть вот так вот то есть вот у меня листочек уже и готов дальше немного добавляю теней да то есть сразу же могу добавить вот все время слежу за тем чтобы у меня стебелек тому и не потерялся да то есть вот я его сейчас выделяю так ну что вот да контрастная такая композиция у нас идет и теперь у меня еще был в плане еще один листочек вот тот что у меня вот здесь вот перекрывает а мой как раз таки листик да то есть я все вот хотела то есть у меня он есть вот в эскизе да здесь вот он не есть в эскизе поэтому я его сейчас все таки сделаю вот беру зеленый у меня достаточно темный листочек вот здесь вот да и он как бы немного ложится на вот этот вот тюльпан поэтому мы его сейчас вот так с вами и ставим то есть мне по сути стебель там не нужен был но я его пост на всякий случай провела потому что да нужно естественно смотреть то есть всегда смотрите на работу когда рисуете да то есть вот как бы что у вас там по финалу получается потому что здесь все-таки у нас нилард да то есть у нас очень скажем такие небольшие плоскости на которых мы рисуем с вами и как говорится нам не даже то есть это художники могут флейцами махать до нас как бы не немножко другие условия работы поэтому здесь в общем то все очень деликатно так смотрите я аккуратненько кончиком кисти увожу в тень увожу в тень вот эту вот нижнюю часть под тюльпаном потому что туда свет не попадает и чтобы у вас стебель не протыкал да не протыкал ваши цветы то соответственно нужно в тень увести вот эту верхнюю часть так и вот теперь я сижу и думаю надо мне делать ли второй еще листочек да то есть могут как бы по композиции да то есть и вот я чувствую что мне нужно все-таки какой-то небольшой туда фрагмент листика все-таки вставить да то есть для композиции вот именно я также беру кисточку купаю ее желтенько да то есть такой светло-желтый да и вот буквально чуть-чуть я вставляю увожу туда темный цвет вставляю ввожу туда темный цвет а то есть могут как бы вот так то есть вот такой небольшой фрагмент для листика для того чтобы уравновесить свою композицию так ну собственно говоря видите да что насколько можно быстро до нарисовать в принципе акварелью да то есть если вот второй раз рисовать ну то есть вы отработаете один раз рисуете со мной потом у вас будет второй раз быстрее можете другого цвета тюльпаны попробовать нарисовать вот да то есть это тоже очень здорово такой вот как бы тренировочка будет хорошая вот и мы завтра с вами заберем как раз таки да в прямом эфире ваше домашнее задание значит девочки дорогие мои пожалуйста мне присылайте их ну то есть вот для того чтобы я успела и все загрузить как бы до пасма загрузить посмотреть вот то пожалуйста мне присылайте их до 10 часов 11 числа да то есть 10 часов по москве вот то есть у вас завтра целый день и у вас есть еще до 10 часов дату чтобы я смогла их как-то вот уже все таки вот до сохранить и чтобы мы с вами могли разобрать их вот поэтому жду ваши работы так ну и собственно говоря уже по финалу да такие вот какие-то доделки вы можете сделать да то есть можно взять такой более бордовый можно зеленым даже смешать да то есть вы можете доработать какие-то такие вот моменты да если например там по контрастнее почетче захочется прорисовать вот какие-то да ну там что-то после того как все подсохнет обратите внимание пожалуйста то есть здесь важно чтобы у вас не слилось очень важный такой момент сейчас вспомнила потому что в первом эфире спрашивали по поводу как чем перекрывать значить когда вы будете делать на клиентах да когда вы будете делать на клиентах пожалуйста подождите немножко сразу не перекрывайте потому что смотрите у нас топ он имеет определенную как бы присылать до присылайте в директ здесь пишут присылать в директ до присылайте девочки в директ раз у нас уже здесь как бы проходит наш марафон да то сюда у вас у всех есть доступ видимо рассмотрите значит и сюда и присылайте сюда присылайте значит смотрите когда вы будете перекрывать на клиенте очень тоже важное замечание девочки подождите когда акварель подсохнет потому что вот кажется что она высохла да но так как мы здесь с вами мочили до делали такие как какие-то заливки по сырому да помните то какие-то внутренние слои вот этого топа матового они могут не подсохнуть еще да поэтому подождите минутки две-три точно и только после этого вы перекрываете это вот касается именно клиентов да понятно так ну вот здесь вот у нас с вами да мы с вами нарисовали такой достаточно контрастный дизайн да то есть он может быть разные как вы понимаете вот я пока даю высохнуть и вот здесь вижу вопрос а если праймер бескислотный и потом топ а я так не делаю я делала такой был момент я так пробовала но мне не нравится то что там жухнет акварель ну то есть она не очень ярко выглядит после этого поэтому я как бы отказалась от этого вот хотя такой способ есть но я вот знаю что так вот например литье закрепляли до проходили с праймером вот но я вот так не делаю сейчас относительно акварели то есть мне вот глохнет цвет немножко то есть мне будет хочется чтобы она такая звонко чистая была вот так она как бы немножечко поэтому я праймером не пользуюсь хотя такой способ вроде как есть да вот и перекрываем топом до после того как далее высохнуть хорошо да то есть и вот здесь вот видите да совершенно другой стиль дизайна ну то есть он может быть ярким да он может быть очень нежным таким до сдержанным здесь все зависит от консистенции акварели вот поэтому мы с вами сегодня рассмотрели две консистенции до поработали мы сделали очень нежный дизайн и мы сделали достаточно контрастный яркий дизайн вот и вы как раз таки поработаете нарисуете вот поработаете вот именно разными консистенциями и посмотрите вот но и так же я вам показала технику да то есть от светлого от светлого в темное от темного в светлое до когда мы с вами растушевываем вот и мы с вами и показала я как работать по сырум вот и у нас сегодня мы с вами нарисовали мы сегодня с вами нарисовали вот еще раз говорю такой нежный пион да вот и мы нарисовали достаточно контрастные тюльпаны можно артикул кисточки вашей да еще раз показываю пока мне полимеризуется артикул моей кисточки до золотой обоймой вот 1110 девочки то есть эта серия она везде у любого производителя то есть это именно характеристика кисточки то есть в ней определенные заложены в этом артикуле в этой серии определенные как бы характеристики кисточки вот да и у нас сегодня с вами вот такие вот дизайн да то есть нежная консистенция такая да разбавлена и достаточно яркий дизайн где мы работали именно вот делали контрастный дизайн значит для того чтобы очень хорошо вас как бы да было понятно что делать друзья мои рисуем в карандаше эскиз так же как я вам показывала то есть вам тогда будет понятно что и где в общем-то рисовать ну и на этом наш первый как раз таки день и наши марафоны прошел девочки еще раз напоминаю жду ваши домашние задания до отработки попробуйте какие-то свои по аналогии нарисовать дизайны да и мы с вами 11 числа разберем это разберем ваши работы и также если есть какие-то вопросы тоже их пишите вот ну и до встречи с вами до 11 числа в 12 часов также я вас всех жду вот удачи вам всем до всех целую обнимаю и спасибо за внимание дорогие мои всем пока пока вот ну и не упустите возможность все-таки до отработать и пришлите и как раз таки вот проверим ваши ошибочки если есть все всем пока